82 года назад в Уфе открылось регулярное трамвайное движение. Длина линий тогда составляла всего 6 километров, а парк насчитывал меньше десятка трамваев. С тех пор сеть значительно разрослась, а количество пассажирских вагонов давно перевалило за сотню. За 8 десятилетий этот вид общественного транспорта пережил взлеты и падения. Об историю фимского трамвая расскажет Норман Скалькис. Вот уже несколько десятков лет здесь все работает по установленному порядку. Трамвай заезжает в депо, проходит плановый осмотр и только потом выезжает к своим пассажирам. Рядом непрекращающийся капремонт. Вся техника хоть и старая, но надежная. Общее количество пассажирских вагонов на балансе 79 единиц. Это в основном вагоны Усть-Катавского завода. С большим стажем все вагоны у нас, конечно. Впервые о необходимости строительства в Уфе трамвайной сети заговорили в конце 19 века. Но из-за мировых и локальных потрясений построить и запустить ее удалось только через 40 лет. Сейчас здесь катаются на коньках, а летом проводятся флешмобы. А когда-то в далеком 1937 году именно здесь начиналась трамвайная система города Уфы. Трамвай двигался от здания почтамта до пересечения с улицы Пермской. Один из первых вагоновожатых был будущий герой Советского Союза Сергей Зорин. Как механик-водитель танка Т-34, он прошел Великую Отечественную. По возвращению в Уфу возглавил трамвайный депо номер один, который сейчас носит его имя. В наши дни депо переживает не самые светлые страницы своей истории. Этим 22-тонным трамваем скоро стукнет третий десяток. Плановые техосмотры, капитальный ремонт. Все это позволяет продлить срок службы транспорта. Комфорта, присущего новым моделям, правда, это не добавляет. Обновление автопарка для депо вопрос хоть и насущный, но болезненный. Город обещает нам закупить технику. Конечно, обновление требуется, хотя и эти трамваи еще не исчерпали свой ресурс. Если их смотреть, если за ними уход соответствующий, там вопросов нет. Сейчас из-за относительно новых трамваев депо несколько КТМ-23. Работники ласково называют их морковками. И водить его приятнее, хотя управление, по своей сути, от старых трамваев отличается не сильно. Здесь электроника вся, полностью трамвайная электроника. Управление, в принципе, то же самое. Тормозные механизмы другие. А так, то же самое, вагон. Как говорят в самом депо, трамвай – транспорт для детей и пожилых. С этим трудно не согласиться. Для одних это что-то не совсем обычное, а для других, как оказалось, еще и повод поностальгировать. Когда я садился на трамвай в воскресные дни, просто путешествовал на трамвае из этой части города и туда, к нефтепереребатывающим заводам. Необходимый транспорт. Никуда не уберешь рельсы сейчас, да? И потом экологически чистый. Вот троллейбусы, трамваи. Несмотря на туманное будущее, работа трамваев идет своим неспешным чередом. Улучшить ситуацию с одним из самых экологичных транспортов может скоростная линия. Но пока этот проект далек от реализации.